Вечер пятницы на одной из остановок многолюдно. Нет, это не отправление в Котлас или Вологду. Все эти люди ждут автобусов Кузина. Студенты и представители старшего поколения, всего три десятка человек, спешили попасть домой. К родным и близким, с которыми не виделись долгое время. Люди уже устали, хотя бы вот какое-то мимолетное свидание и то, как бы хорошо это. Потому что так-то ведь вообще невозможно. У меня, например, сын несовершеннолетний дома. Он тоже меня ждет, хоть он с отцом, но все равно он меня ждет. Поэтому, конечно, и все так посмотрят друг на друга, и хотя бы вот таким способом, да. Попасть в автобус можно было только по списку, составленному заранее. Желающие отправиться на тот берег предоставляли в администрацию свои данные, которые перед посадкой сверяли. Главе Кузина было поручено сформировать списки, определить старшего человека. Это так и должно быть по заказным перевозкам. И посадка производилась только согласно этих списков. Правда, фактически несколько человек из этого списка не пришло, но желающие были, и их места заняли эти желающие. Сами же жители Заречной стороны называют автобусный рейс лишь частичным решением, но не решением проблемы, возникающей два раза в год. Мост нужен, да, обязательно. Я думаю, что если будет мост, будет все. И будет инфраструктура, которую хотят, и будет, мне кажется, все. И люди поедут туда жить, и поселок не умрет. Вот нужен, наверное, да. Мы тоже люди на Заречной стороне живем. В Великогостюском ПАТП пояснили, в связи с плохими дорожными условиями, в частности с гололедицей и колейностью, время автобуса в пути увеличилось до 7 часов. Ситуация осложнялась и тем, что многокилометровая дорога усеяна крутыми подъемами и спусками. Благодаря слаженным действиям нескольких служб, люди оказались дома и наконец-то встретились с родными и близкими. Рейс проходил в очень сложных дорожных условиях. Мы разговаривали и вели водителя практически на всем протяжении пути, как в ту сторону, так и в обратную сторону. Нами было принято решение выйти с ходатайством на администрацию, чтобы нам не рисковать ни жизнью пассажиров, ни рисковать, скажем так, транспортными средствами и обеспечить, в первую очередь, безопасность, отменить ближайшие выходные данный рейс. Это все связано с очень отрицательными дорожными условиями, которые проходят по Кировской области. Это после нашей границы и до нашей границы. Хотелось бы высказать слова благодарности нашему Великойскому ДРСУ за то понимание и ту оказыванную помощь, связанную с подсыпкой дорог на протяжении всего пути по нашему району. Мы встречались с руководителем пассажирского транспортного предприятия и приняли решение о том, что на неделю мы перенесем, пока не восстановится дорожное полотно, учитывая сейчас повышение температур. И планируем, если не будет ли достава, 29-го организовать еще один рейс. По времени мы сообщим дополнительно. Будет ли еще один автобусный рейс в Кузино, зависит от погоды. Но люди в случае, если лед на реке не встанет, готовы провести в пути несколько часов. Ведь остаться на новогодние каникулы вдалеке от дома – не слишком заманчивая перспектива. Андрей Жирин, Антон Карев, Максим Колосов. Новости провинции. Субтитры создавал DimaTorzok